МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное занятие университета рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. Сегодня у нас по плану выступает доктор экономических наук, профессор Долгов Виктор Георгиевич, один из разработчиков, инициаторов и создателей потребительной стоимостной теории экономики, которая связана... Вот с чем связана, это уже рассказывает Игорь Георгиевич. Чтобы я знал. Если вы не будете знать, я добавлю. Пожалуйста. Спасибо большое. Всегда можно будет задать вопросы, кто в письменной форме выступит, если записаться в письменной форме. Игорь Георгиевич, вам будет дано заключительное слово. Корреспонденты у вас симпатичные. А в какой дом, а ли так подбираем? Это как бы при газете, да? Народная правда? Нет, это фонд рабочая академия. А, фонд. Вы же вице-президент фонда. Я уже забыл. А мы не забыли. Ну, спасибо большое. Вот, очень приятно встретить людей, интересующихся экономикой. И не, я надеюсь, не проглатывающих вот это то, что сейчас навязывают везде, в общих образовательных, так называемых, экономических учреждениях. Пересказывают там чужие книжки. Ну, ситуация, конечно, непростая. Экономика развивается, несмотря ни на что. Несмотря ни на социализм, несмотря на капитализм, несмотря на коммунизм. Она идет, у нее идет своим ходом, своим. Быстрее, тише. Но она идет все равно. И более того, она и взрывает даже эти строй, которые ее держат. Строй может ее сдерживать. Строй может быть прогрессивной, как активная форма создавать условия для развития большего. Вот. Но она все равно идет. И рано или поздно к этому все придет. В этом, как сказать, неизбежность и победы коммунизма, и превращение экономики в какую-то основу такого строя, справедливо, разомерно. Если, конечно, не будет какого-то взрыва. А это тоже может быть не на всяких стычках. Ну, в общем и целом, экономика, она вещь такая, вытекает ее, чтобы понять, надо понять систему разделения труда, кооперации труда и так далее, и научно-технический прогресс. И все это развивает. Но большое имеет значение, конечно, осмысление этого, понимание этого. И на основании этого создание вот этой формы, которая, организационная форма, как активная часть, которая и развивает и содержание, подтягивает его, раскрывает это содержание, которое может там быть в зачаточных формах, его надо видеть и поддерживать. Вот. И, к сожалению, в нашей стране, да и в других странах, идет на больше обывательско-потребительское такое понимание экономики. Хотя, надо дать должное западных, осталась политическая экономия, как наука, как курсы, как, да, я думаю, даже где-то, наверное, может, есть институты. А у нас же отбросили все практически, я знаю, ну, или две кафедры, по-моему, политической экономики, экономии, которые оставили. А что такое политическая экономия? Это не просто экономия, и просто экономика, которая, так сказать, контролирует и разъясняет, как создается продукт, как он даже делится, а как еще на этой базе воспроизводятся классы, воспроизводится общество. Вот что такое политическая экономия. Политическая политика – это борьба классов за власть и за развитие и так далее. То есть теория воспроизводства, она прежде всего смотрит. А все заменили экономик сам. Купи, продай, затрати, получи больше, меньше, подели. И все замаскировалось, и все запряталось. Вот. И, естественно, ну, это надо тому вот строю, тому классу, который сейчас, ну, в России, ну, и вообще в Советском Союзе захватил, захватил власть. Может, у белорусов поменьше этого. А в основном, вот, вот, захватил этот слой, захватил этот слой. Конечно, ему не нужна политэкономия. Потому что, если заниматься наукой политэкономии, то сразу стоит ясно, что это класс нахлебник, или слой, который живет и развивается за счет того, что эксплуатирует рабочие, ну, рабочие классы, христианство, ну, людей, создающие материальные ценности. Там же дальше еще мы посмотрим. Не просто создаются материальные ценности. Это полдела. Из этого же процесса производства материальной ценности производится, воспроизводится время. Это и рабочее время, это и время свободное для развития. Вот человек, этот товарищ вот говорил, что человек развивается только в свободное время. Вот. А в рабочее время он снашивается. А в свободное время, то есть, просто такая есть ситуация, что его узурпирует это свободное время. Спортцы за мир, там, спортсмены, наука тоже. Ну, что-то нужное, а что-то просто узурпируется. И все, и все классы не производительные, они тоже пожирают это свободное время. А у кого-то, кто-то его, это им дает, оно переливается. Ну, и вот, конечно, в одной лекции или в одной даже годовом курсе это всю политэкономию, основанную на потребительной стоимости. Сейчас мы к этому подходим. Ну, не объяснить. В основном, на стоимости основана политэкономия, а сейчас даже и не на стоимости. Сейчас она вообще основана на собственности. Есть по Марсу политэкономия труда, это марсистская политэкономия, которая берет в основу процессы трудовые, и есть политэкономия собственности. Это вот та политэкономия, которая обслуживает нынешние господствующие классы. потому что даже в стоимостной плоскости все равно за основой труд стоимости лежит, понимаете. Все равно она ближе к марсизму, даже если только в стоимости ее рассматривать, в затратах только. Ну, тем не менее, почему давайте сейчас собственно пока это отложим, а в стоимости она, чем она выгодна? Потому что стоимость только в основе лежащей затраты труда, это очень выгодно скрыть те затраты труда, которые отбираются. Ведь как себестоимость формируется? Материалы, амортизация средств производства, предмет труда, который обрабатывается, и заработная плата. Вот это считается затратой. А вот такой я хочу вопрос. А все это затраты или нет? Вот как вы думаете? Попов знает, он молчит. Поэтому я молчу. Вот как вы думаете, все здесь затраты в себестоимость или не все? Не все. Ну я вопрос так поставил. Какие не учтены затраты? Ну неизношенное оборудование. Нет. Оборудование, что его оборудование? Изношенное, неизношенное. Оно не изношивается все, там амортизация. Так себестоимость стоимость ходит? ходит. Ходит, конечно. Рабочая рабочая сила входит. Входит зарплата. Зарплата. Подойди, подойди. так, теплее, теплее, теплее. зарплата. Стоимость рабочей сила. Стоимость рабочей зарплата и стоимость рабочей сила. Она состоит стоимость из двух составляющих. Какие? Это прибавочная стоимость труда. Абстрактный и не забегай. Не забегай. Подойди. Подойди. Тоже так чувствует правильную мысль у человека. Общество потребляет. То есть, заработная плата оценивает только стоимость рабочей силы. А потребительную стоимость силы практически не оценивает. А в чем суть потребительной стоимости рабочей силы? В том, что она производит больше, чем необходима для производства. Да. Сейчас, знаете, что где-то 40 минут на производстве человек в свою зарплату в самом разном капитализическом отработке. Все остальное это прибавочный труд. То есть, есть необходимый труд и прибавочный. Необходимый труд это труд, который для воспроизводства так называемого воспроизводства в затраченной рабочей силы. А прибавочный труд, он вообще не учитывается вот в этой системе. И он спокойненько потом. Но он не пропадает. Он произведет. Он сделан. Вот. И стоимостной плоскости его очень удобно забирать. Понимаете? А в потребительной стоимостной плоскости уже его видно. Поэтому поэтому и это выгодно стоимостная вот эта вся парадигма экономики стоимостной затраты. Они вот только берут необходимый труд в виде заработной платы. А еще это уже поток придумали общественные фонды. Это все прибавочный труд. Как-то хотят из этого выходить. Ну и поэтому политэкономия на основном потребительной стоимости это конечно политэкономия не эксплуатируемая класса. Она им не нужна. Она все равно прорвется. все равно пройдет. Она все равно производство требует, чтобы было вот это время было ободано тем же людям, которые это производят. потому что иначе если не давать это рабочим классу инженерному и все прочее они вырыз они не будут отвечать соответствующим требованиям производства понимаете требованиям производительных сил. И это надо. как это видите вот идет вот так вот. Но если еще попроще вернуться то мы вот рассматриваем труд вот труд он стоит как бы из двух частей конкретный труд и абстрактный труд. Конкретный труд это труд который направлен на изменение формы предмета труда при помощи средств производства. То есть вот он это ну что называется квалификация что называется специальность что называется умение это вот это вот это и он создает потребительную стоимость то что потребляется то что он качество дает вещь абстрактный труд это затраты на это производство на производство этого этого вещи как бы конкретный абстрактный труд но вот опять же в стоимость Тут есть такое противоречие между конкретным и абстрактным трудом. В основной плоскости основной – это абстрактный труд, он нужен, а конкретный труд, она как идет в вычитание из этого. А если потребительная стоимость плоской, то основное – это потребительная стоимость, это вещь, которая удаляет подъемности, а абстрактный труд, затраты идут в вычитание, они вычитаются. А как вы скажете, вот можно вычитать, например, количество грунта, который экскаватор выкапывает, это его потребительная стоимость, он ровно копает и замещает труд. И затраты на все, тут вроде рубли, а тут вроде кубометры, как из кубометров рубли вычесть. Любой грамотный человек поймет, что это сделать нельзя, особенно. И вот тогда надо, значит, вот тут искать. Ну, вот мы искали, нашли, но только мы, началось это с Марса, конечно. Что потребительная стоимость, ну вот мы нашли потребительную стоимость рабочей силы, это производить изделия, вещей больше, чем нам надо самому. Теперь потребительная стоимость средств производства. Это что, на самом деле, это экономит труда, замещает труд. Он замещает труд за счет того, что в средствах производства, в технике, в машинах заключены результаты науки. А что результаты науки? Это наука берет природные силы, начиная там с пара, давления, электричества, и преобразовывает так, что они замещают там человеческий труд. И это производит. Потребительная стоимость предметов производства то же самое. Чем высококачественнее сырье, тем меньше нужно труда на получение его полезной вещи. Тоже она высвобождает труда больше. И рабочая сила по квалификации тоже к этому сводится. Все знают, что высококвалифицированный рабочий быстрее делает 3, 5, 10 низкоквалифицированных рабочих. Своей именно квалификации. То есть, кто большая потребительность, это уже в рамках факторов производства, если мы будем смотреть. Ну вот. Ну и мы, значит, а как вот тут вот это все перейти к этому просчету? То есть, теоретически, это все можно обосновать, что для воспроизводства наше, вот это время, свободное время затрачено. А как вот посчитать? Ну вот мы, что сделали? Взяли экскаваторы. Взяли экскаваторы. Как муха дрозофила там вот в этих генетиков, так и здесь. Взяли экскаваторы. В экскаваторах легко посчитать. Сколько затрачено на производство экскаватора на всех стадиях, ну на единицу техники, начиная с научной разработки. И он, копая землю, и легко его, тоже эту землю выкопанную, посчитать, сколько бы людей он бы высылал, если бы этого не было. Ну, это, конечно, такой вот абстрактный пример, но вот наиболее наглядный. И в итоге, вот получилось, я взял с 50-го по 85-й год, экскаваторы, все, которые у нас происходили, 25 моделей было сделано. И получилось, что у двух моделей только он высвобождал труда больше при своей эксплуатации, чем на него было затрачено на предыдущих стадиях. У одной модели поровну, а у остальных моделей затрачено на его производство было больше общественного труда, чем он высвобождал. То есть, но по системе приведенных затрат, где учитывалось, испреваю, что это только заработная плата, в высвобождении тоже только заработная плата вычитывалась, если взять в заработных платах, а не в трудовых единицах. Там еще была проблема, и надо было и затраты привести из стоимостных единиц, и результаты высвобождения тоже и уйти из стоимостных служб в экономии труда живого, понимаете, ну, с коэффициентами на квалификацию. То есть, лучше бы их и не производили. Хотя есть, конечно, момент, что качество, там, может быть, ровные бровочки делали, экскаватор, там, еще на глубину какую-то. Ну, все это считается перед системой перекидок. А эти были все выгодные, и это все было в плане. Вот пример, как план был вредным. То есть, план был потому, по затратам сегодня сделали экскаваторов на 10 миллионов, на следующую пятилетку надо сделать на 20 миллионов. Опять же, затрат. По затратам, по цене, по стоимости брали этих экскаваторов производства. И они, вроде, все было прогрессивно, выпускали по объему больше продукции экскаваторной, по названию, может быть, там что-то менялось. А если вот посмотреть по экономической сущности, то получалось не так все гладко. И в другом, и в станкостроении также можно, во многих это можно посчитать. То есть, когда экскаватор просто менял лопату, это, конечно, был рывок прогресса, это планом прекрасно все проводилось в 30-е. А когда уже пошли экскаваторы на экскаваторы менять, вот тут надо было уже считать по-другому, а не по затратам. В этом и есть затратность экономики, в этом и есть. А затратность, она тоже была выгодна экономике. Потому что, опять же, большое количество неучтенного труда было, вот этого прибавочного, и в Советском Союзе. И куда же вот он девался? А никуда не девался, он преобразовывался в свободное время. В свободное время, свободное от производства материальных благ, это только надо понимать. Не свободное время, если футболист отыграл 5-6 часов, а потом у него свободное время, он уже пошел в теннис играть в свободное время. У него все время свободное, общество. Есть такое понятие, свободное время общества. И вот это свободное время общества, прогресс был, сильнейший был прогресс, технический прогресс в Советском Союзе. И вот это свободное время общества распределялось и потреблялось не теми, кто его создавал. А раз не теми, значит, их условия труда были, мягко скажем, не соответствующие современному развитию образования. Было неплохое, там были школы, вечерние, заводи, но все равно не так, как можно было бы сделать. Теперь отдых, обучение, просто свободное время для развития. Это вот все перераспределялось, и на этом базе росли огромные толпы борцов за мир, футболистов, хоккеистов и прочих, 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 прочих. А рабочих, почему, когда вот встал, либо вопрос-то ребром, ну кто это, не пошли это защищать, не пошли. Люди были безразличны к этому, потому что не видели прямой отдачи к себе. То есть, как вот Михаил Васильевич говорил в свое время, что вот был гриб, а эта ножка оставалась тоненькая, а шапка вот эта, всех людей, которые пользовались этим трудом, росла. Ну и в какой-то момент эта ножка подломилась. Возьмите там по тем же шахтерам, увеличили-увеличили, а им что, рабочий денег не сокращался, там многое чего тоже не доходило. Вот. Физкультуры не было, а зато спорт высоких достижений. Ну вот сейчас мы хлебаем этот спорт высоких достижений, мы видим, чего, куда, кому это идет. Вот. И многое, многое другое. То есть, конечно, не так уж надо понимать, что надо было делать там, попашет, попоет, попляшет. Но, но, все равно надо стараться было стоять на пути сокращения рабочего дня для масс-производителей, а увеличение распределения свободного времени. Ну, а результаты в истории вы знаете. 58 часов была рабочая неделя, была в Тарской России. Перешли на 44 часов рабочей недели. Ну, 45 потом, сперва, постепенно, постепенно. Перешли на 44, потом 3, 2. Так вот это и есть основа страшного, сильнейшего развития Советского Союза. Вы представьте себе, 18 часов в неделю простые люди получили время. Это, значит, на образование, это, откуда наука взлетела, военно-начальники появились. То, ну, потому что вот получили свободное время. И тут надо было, и тем более, все было в руках. Собственность в руках, в руках. План был, это было, надо было системы планирования за Советский Союз, хотя бы, может быть, на час, может быть, в год или в три года сокращать рабочий день. Увеличивать отпуск. Еще, так сказать, давать условия из этого свободного времени для его провождения правильного, для трудовольности. А этого же и не было. Ну, хотя бы, все, что сейчас, тогда было много, были и кружки, и дома, и пионеров, и все прочее. Но все равно этого было, ну, отстали, отставали, не успевали, не ставилось это вообще вопрос. Ну, конечно, если уж дальше, про планирование. Вот это самое, я считаю, большое планирование было, это вот затратные методы, основы плана, который прекрасная вещь, прекрасный инструмент, но если он используется не прямо, он становится вредным. Теперь, ну, вот это, вообще, теория воспроизводства не разрабатывалась в политэкономии, воспроизводство, например, ну, зачем было во всех городах больших свозить сюда, вы посмотрите, свозить все перерабатывающие, все мясные заводы, все перерабатывающие. Почему в малых городах нельзя было это оставить? Нет, надо было сюда свозить все. Почему? Ну, конечно, удобнее, под рукой взяли, поделили сразу, и сюда все приехали. А потом смеяться, длинное зеленое пахнет колбасой, везут из Москвы колбасу, вот они сами там в Госплане или в ЦК колбасу эту делали. Отобрали все, сюда собрали, а потом издевались. Надо было, конечно, это вот поставить, так же, как развитие малого городу. Вот мы с Михаиловичем знаем, я у него часто бывал, у Василия Александровича Стародубцева. Слышали у нас такого, да? Это великий человек был. Вот это ЧП, который был? Да. Великий человек был, понимаете? Председатель, он на такую чужбу, как со счетами всякими бы не пошел. Вот это действительно был личность, понимался он после войны, в войну он по ней не попал, но он был подростком, потом был шахтером, потом партию поставил. И он, он там создал коммунизм, ребята. Там город был, никакие прекрасные виллы, прекрасные были коттеджи, там был, значит, свекловод Скорняк. Летом свеклу, зимой Скорняки, где женщины, это шубы шили. Теперь там бассейны были прекрасные, спорт. Ну, вот я там у него был, приезжал, у него жил, общались. И он был патриот. Его сажали в тюрьму за то, что он ремонтировал церковь. Понимаете, вот сейчас они все церковники стали, а тогда там была церковь у него. Когда ехала, жена, сестра везла Багратиона, ему стало лучше, она сказала, если он выживет, я бы сажаю церковь. Извините, в какие годы его сажали в тюрьму? Я скажу, не сажали, а хотели посадить, в 60-е, в 60-е. В 60-е? Нет, так его и сажали. И сажали, сажали за... Нет, я оттуда родился. А, ну вы знаете, я, значит... Да, конечно. Его сажали, и потом выпустили. Ну вот, это он мне все в 60-е годы, он говорит, меня спасло, что у меня была какая-то бумажка нашлась, что колхоз проголосовал, ну, отдать средства на ремонт. Хотя это колхозные деньги, то были. Вот, а все равно Багратион умер, она все равно вот эта спасская церковь поставила, сестра. Ну, это же история, можно верить, не верить, там, любить, не любить, но это история. Это герой Бородина, Багратион. А его за сугундеры в клетку, еле отбился. И за много чего другое. Вот, он немного рассказывал. И сюда к нам приезжал, и все. Ну, вот, и он технает, но говорит, я, говорит, ни одного килограмма не продам сырья. Я, говорит, сам все переработаю. Он сам продавал уже переработанное зерно, переработанное, там, гречку, переработанное, там, это, это. То есть, он не так, вот, как сейчас. Видите, все зерно пошло туда и хвастается, что мы первое место подняли. Он все в переработку пускал. И уже продавал переработанное. Почему он был, он действительно был богатый, миллионер, колхоз? Колхоз. Имени Ленина. Имени Ленина. И назывался он, по-моему, как-то, конноводческий, как-то так он назывался. Конноводческий, да? Животноводческий. Как у Грудинина, с бассейнами. Ну, я не знаю, этого не было, того я был и знаю. Вот. И, значит, в те времена действительно он сумел вот это развернуть. Кому, чего, кто не нравится. Ну, просто он такой был, был такой человек, это надо было все в сельскохозяйственном деле. И план же был, и надо было точно так же сделать во всех городах переработку. Нет, города загубили. Все население, вы посмотрите, Псковскую, Новгородскую, все выкачали. Все выкачали. Ну, я, к примеру, потребительность, стоимостная экономика, потребительство на первое место ставит, значит, удовлетворение потребностей, развитие. Развитие. За этим стоит потребительность рассматривается не только удовлетворение потребности, а как и производящее свободное время для, опять же, развития. И это совершенно, ну, другая, другой подход к этому делу. И к этому идет. Вот вы посмотрите сейчас. Возьмите Вольсваген. У них была проблема. Либо сократить, либо сделать 35-часовую рабочую неделю. Они сделали 35-часовую рабочую неделю. Вот так. Или сократить маленькую неделю. А остальные, видите, безработные. Нет. Сделали 35-часовую рабочую неделю. То есть, соображает людям, потому что, как только появляется масса безработицы, там все пороки общества сразу начинают вырастать. Да тут я даже слышу, что Шувалов выступал, что надо сделать 38-часовую рабочую неделю. Нет, это министр труда. Нет, а потом Шувалов выступал. Сперва министр труда, Томилина, потом Шувалов выступал. А Маркус уйдет. Нет, ну просто это уже очевидно, что это нельзя просто сократить. Надо еще было, чтобы работает основа, но и надо, чтобы это время заполнялось. Так что вот потребительная стоимостная экономика, конечно, требует власти, конечно, требует, чтобы государство это понимало и на это было ориентировано. Тогда она нужна. А если государство, орудие класса по извлечению прибавочной стоимости, там прибыли или чего там, все, это им не надо. Но, но это все равно приведет к тому, что рвать хоть и развалится вся эта их братья, вся эта ситуация. Как бы ни там, не умничали. Не умничали, не умничали. Вот. Я, например, оптимист в этом вопросе, но, наверное, не увижу. Ну, надеюсь. Вот. Ну, давайте вот вопросы. Да, давайте. Вопросы. Потом выступление. А потом заключительное слово будет. Так, пожалуйста. Вопросы к письменным не поступили. Вопросов нет. Давайте у нас выступление. Скучи, Егор Иванович. Шмелев. Пожалуйста. Ну, уважаемые товарищи, ну, я коротко сегодня скажу, хотелось бы поблагодарить докладчика за лекцию, очень содержательный материал. Хотелось бы сказать по той мысли, которая поступила в самом начале выступления, что политэкономия, ну, я от себя добавлю так же, как и диалектика, она сама по себе враждебна господствующему классу, который держит власть. Потому что она, она, как орудие, она по своей сути разрушительная для него. Ну, не каждому господствующему основлению, если бы он держит. Ну, буржуазию сейчас, буржуазию, под господствующим классом. Вот, и многие преподаватели сейчас в вузах либо принципиально придерживаются реакционных позиций, становятся на сторону буржуазии, либо, ну, просто не до конца понимают, что происходит. Вот у нас вел историю экономических учений такой профессор Шишкин Михаил Владиславович. Вот он утверждал, что политэкономы вообще не нужны. Ну, как, они нужны, как бы, ну, один-два человека на страну, это хорошо будет. Если раз в пять лет один политэконом будет выпускаться, то это хорошо. Но при этом он противопоставил экономикс, он себя позиционировал как принципиальным консианцем. Говорит, экономикс, вот он практический, поэтому экономисты должны выпускаться все, ну, владеющие экономиксом, и по минимуму знающие политэкономию. Например, еще есть такой Дмитриев Антон Леонидович, он у нас на одной из лекций по микроэкономике пытался объяснить с помощью математических формул, почему профсоюзы вредны и что они вообще, в принципе, не нужны. Ну, мне это просто память запала, это одна такая лекция была. Вот, более-менее мне понравилось общаться на эту тему с профессором Ховановым Николаем Васильевичем. Но вот он со мной соглашался по поводу того, что Америка экспортирует фашизм, да, это агрессивно-империалистическая держава. Я думаю, ну, сейчас все хорошо будет. И тут вот в конце выдает. И я всегда придерживался принципиальной позиции, зачем мы бомбим Сирию, надо было с ними объединиться и идти бомбить Америку. Смелый человек. Да, вот такой был. Поэтому надо, политэкономию надо двигать вперед, потому что буржуазная политэкономия, она неустойчива. Она хоть и может называться буржуазной политэкономией, но только там углубляешься в суть, понимаешь, что она полностью в неразрешимых формальных противоречиях, и она разваливается. Поэтому истинная политэкономия – это только социалистическая, марксистская политэкономия, которая стоит на позициях научного коммунизма, и ее нужно развивать. Ну, что, молодцы, я сейчас сразу отвечу, чтобы не забывать. Знаем мы хорошо Мишу Шишкин. Когда была власть советская, самый ярый ругатель капитализма – это был Миша Шишкин. Когда за это платили ему деньги, доцентов он ставился, еще, еще. Самый горячий, один из самых горячих у нас был. А когда стали платить за другое, он сказал, ну какой это ученый, ну какой это профессор, какой это преподаватель. Это все ясно, и не удивляйтесь там. Конечно, профсоюзы не нужны, это и живу ясно, но не нужны профсоюзы. Если он отбирает деньги у собственника, конечно, не нужны. Ему задача нет, а профсоюзы требуют. Конечно, не нужны. Но вот так, да не нужны, что потом рванут и повесят за ноги этого собственника, доиграют они. Поэтому, надо, вот вы молодцы уже, сами видите, понимаете. Полиэкономов было много, может быть, и лишку было пока, но я с этим не буду спорить, потому что они все, многие, перебежали. Но полиэкономов надо знать, чтобы все понимали, для чего и даже на каждом заводе, на каждом предприятии ведется такая вот именно политика экономическая. А вот таких, как Миша, это, знаете, вы сами уже с ними разобрались, мы их помним, мы с гостями вместе работаем, помним это добро. Так, значит, Виктор Шайлович, пожалуйста. Да, я. Приготовиться, товарищи, гавшину. Значит, вот я из здесь присутствующих, значит, профессоров знаю, ну, больше всех, наверное, да, уже лет 30 лет, комы и прочее. Еще в советские времена, когда вот мы начали осуществлять сопротивление, значит, курсу на рынок, перестройки, вот как перемену строят, значит, там, где противится капитализация, рынку, там, вроде, все было понятно. Но когда мы доходили вот до вопросов потребительной стоимости и планирования, так сказать, по потребительной стоимости здесь, значит, ну, с одной стороны, казалось, что это еще не скорый, и не вдруг, и не первостепенный вопрос. И как-то это дело было не очень и понятно, и скептически относились, потому что выглядит сложновато. Тут вроде все понятно, есть вал, товар, реализация, там, все категории знакомые, продали, получили, а здесь, значит, сумма снижения цен, как ее считать, как ее планировать, как ее там запускать, да, или высвобождающийся труд, так сказать, там, в других отраслях, когда будет тоже очень сложная система. Ну, вот я для себя как-то к этому все-таки пришел, сначала проверив, потом уже, так сказать, более осознав, наверное, потому что я работал, значит, на оборонных заводах, оборонных, да. И когда говорят, вот, застой, там, что за ерунда, у нас, значит, стреляли, летали, попадали куда надо, все было, времени не хватало, сутки делили пополам, там, график с конца, железо вперед, рук не хватало, людей не хватало, там. Ну, и какие заводы были, особенно это чувствуешь, когда, значит, удавалось побывать на заводах, которые выпускали, не к оборонке относились, а совершенно по три, то есть сразу видел, что технический уровень там на порядок, на порядок ниже. Это я все к тому, что эти в области оборонки мы до сих пор пользуемся советским заделом и во многих вещах находимся на уровне, на очень высоком уровне. Вот почему? Наверное, потому что в оборонной отрасли больше, чем в какой-либо другой, может быть, невольно, но потребительная стоимость стояла во главе. Понимаете? Потому что надо, так сказать, такую-то цель поразить, на такой-то высоте обязательно. Значит, с такими-то скоростями, с такой-то защитой и прочее, прочее. То есть, это все потребительские характеристики военной техники. И если в примере с экскаваторами, любимым профессором Долговым и привкнувшим к нему по поводу, там понятно, что сделали экскаватор похуже, который не освобождает, ну и что он копает, копает, поставили два экскаватора, мало двух, трех, три экскаватора поставили, то военной отрасли, если не долетает до цели, две-три ракеты пустишь, они все равно не долетят. Здесь так не получалось. Понимаешь? И поэтому вот здесь, когда руководствовались критериями обеспечения, значит, выполнения необходимой задачи, может быть, они не думали, так сказать, о Марксе, так сказать, о потребительной стоимости которой, но они на это ориентировались, люди, которые этим не занимались, и поэтому и результат получался соответствующий здесь. Поэтому я думаю, что это правильно, и тем более, вот если сейчас оглядываешься, значит, на прошедшие годы, на последние годы, вот когда эта борьба уже шла в свинку и прочее, прочее, вот самая большая обида за, значит, то поражение, которое случилось временно, она как бы выражается в словах, ну как же так, имея такие мощности, такую централизацию, такие рычаги, и не могли обеспечить вот этого всякого ширпотреба, всякой этой мелочевки, этих кафе, парикмахерских напитков, там разносортицы этой продукции, колбас, в конце концов, квартир, хотя к этому, то есть, прежде всего, потому что, действительно, вот это само, увлекаясь валом процента и прочее, прочее, вот на эти вполне конкретные вещи, к сожалению, значит, должного внимания не обращали, и, значит, при этом, недостатков было очень много в советской вот системе, да, ну просто ужас сколько, особенно, когда вот смотришь, сейчас вспоминаешь, как там, для того, чтобы выпустить какое-нибудь изделие елочной гирлянды, вот я помню, нас заставляли осваивать товары народного потребления, вот параллельно с военной техникой, и вот конструкторскую документацию на елочную гирлянду, на согласование в Москву, надо было возить с кем-то там, там, решать, вот, это, я знаю, потому что перекосы и глупости, и бюрократизма, и паразитов на этой цепочке сидело великое множество, и все равно централизация и план давали такие результаты, по которым Советский Союз был, хочешь не хочешь, а супердержавой, потому что это позволяло обеспечить, и если бы эти потенциалы направлять на благо, а благо, это прежде всего, если словами сформулировать, вполне понятные потребительные вещи, и стоимость, то, конечно, результат бы был другой, поэтому спасибо за лекцию, за то, что воспоминания, воспоминания про Будем, по-моему, молодость. Так, товарищ Гавшин, приготовь товарищ Захаров, мы сегодня лекцию про Союз потребительного ставим на стой критерий социального прогресса. Вот наш докладчик, Виктор Георгиевич, он не просто пересказал вот других там профессоров, ученых, а он сам разрабатывал. Вот он разрабатывал на основе Маркса, разрабатывал и развивал вот эту науку, вместе с Ильмеевым, есть вместе с Поповым, и у нас, конечно, очень мощный президиум, очень крупных ученых, Долговый и Поповый, это очень здорово. Поповый, это блестящий, блестящий. Да, и это показывает уровень вообще, какой же уровень докладчиков университета рабочих корреспондентов. Здорово. Спасибо вам за лекцию. И я хочу сказать, что вот мы говорим, что вот рабочие не выступили на защиту своих заводов. Мы 75 тысяч заводов потеряли. И единицы выступили. Мы знаем сейчас, Балтийский завод получил госзаказ, делает Ленин не в моде, но Арктика, Сибирь, Урал. Это не Балтийский завод. Балтийский завод, да. Балтийским заводу повесили все долги, а создали другое предприятие. И Сергей Пугачев бегал. Пугачев его украл и... Балтийский завод. Да, вот они говорят, что государство плохо руководит, а они хорошо. И вот здесь как раз выступили рабочие, и президент вынужден отреагировать. Так было и Пикалева. Сначала рабочие выступили, а потом уже президент. А где же ученые? Ученые тоже выступили. Ну, их тоже, вот таких как рабочие выступили в защиту, и политэкономии, и в целом науке, и социализма. Выступили немногие. А вот Долгов Виктор Георгиевич, вместе с Михаилом Васильевичем Поповым... Под руководством Тюлькина. Под руководством Тюлькина. С участием. С участием, с участием, не под руководством. Участие Тюлькина. Вот выступили. Организированной группой. И эта борьба идет. И развитие идет через борьбу. Спасибо вам, что вы боролись, набивали, такие боевые шрамы. Борис Михайлович, по теме надо выступать, по теме. А я по теме. А вы... Я со словами благодарности. Удачи вам. Здоровья. Здоровья. Вот почему у нас оборонка была на высоте, а вот что-то потреб был где-то в загоне. Все опиралось в однопартийную систему. Вот такая сверхцентрализация власти. Мы никогда здесь, никогда никто не говорил о НЭПе. А это последняя формула, модель социализма у Ленина была вот именно НЭП. И он четко, вот у меня и... Последнее у него было выступление, что из России НЭПовской будет Россия социалистичная. А потом уже по-другому. Это было... Это последнее было выступление на... на Моссовете. Последнее публичное выступление Ленина. Не надо искажать. Там написано у меня. Это у вас написано, а это в истории написано. Ну, у меня так, если через каждое слово, как все меня начнут перебивать. Вот меня только одного и перебивают. Главное, чтобы не добивали. Так вот, слушай. Совсем недавно я узнал, что Виктор Аркадьевич и Михаил Васильевич в разных партиях, это две недели назад, для меня это было просто... Так вы же хотели многопартийность. Вот именно. Вот вам сама жизнь подсказывает, что системой должна быть многопартийность. Сколько сейчас коммунистических партий? Зюгановская, это вы не коммунистами считаете, там. Нина Андреева, Виктор Аркадьевич, тоже принял что-то негативное сказать. Партии Соловей, Соловейчика и Козлова тоже. Нина Андреева, ну, не знаю, много. Как видите, а когда система однопартийных, гасит инициатива на местах. Понимаете? То есть это хорошо, что у нас в разных партиях и Тюркин, и Попов. Ну, сейчас, говорите. А я без партии. Тихо Виктор Аркадьевич, а теперь специально вам. Облов коммунистов без партии. Непа, это знаете что? Это, во-первых, развитие малого бизнеса, это мелкобурженство, и самое главное, это пробуждение человека в коня-гель. Развитие на местах. Понимаете? А до центральной системой тюркинг, так Кирянду надо утвердить, ну, и все в бюрократии убирайте, застой. Понимаете? Вот поэтому возврат подвиг капитализма был неизбежен. А если еще глубже копнуть, капитализм он бессмертный. У нас был государственный капитализм, потому что вам денежи отношения отменить невозможно. О, а так к новому Прометею идите. Спасибо большое. Я не знаю, кто к новому Прометею. Спасибо большое. Кстати, я в общем, ну здесь я как-то утолну. Это для ФСБ записывается, не расстраивайтесь. Так, пожалуйста, Иван Михайлович. Я прошу прощения. Я немножко поспал, когда Михаил Васильевич представлял Виктора Георгиевича. И когда представляли, вот я хочу сказать, что Виктор Георгиевич, он был первым провектором на языке вертица Ленинградского государственного университета. Но ГУ сейчас связывают с образным. А Петербургского, нашего большого университета, первым провектором, сделал там карасальный ремонт, и все шло к тому, чтобы он стал вектором. Но на дворе стояли 93 годы, и вектором он не стал, и ушел даже с поста провектором вынужден был. И остался жив. И остался? Затор. Вот. В нулевых годах Виктор Георгиевич был назначен газетой Дировой Петербург в какой-то из нулевых годов лучшим предпринимателем года. Это говорю к тому, что Виктор Георгиевич знает, о чем говорит, знает о политэкономии. Он практик, не только, так сказать, профессор-теоретик, но и очень большой практик, очень крупный, руководивший крупными предприятиями. И кроме того, это один из основных организаторов современного, ну современного я имею в виду на протяжении более чем последних четверти века, коммунистического движения России. Это один из основателей КПРС ФСР. Один из основателей инициативного движения коммунистов. Основатель и первый редактор самые такие мощные годы газеты «Народная правда», вокруг которой группировалось практически все коммуническое движение, и товарищи Тюркин, Терентьев, там были на должности завотделами в этой газете. Вот. И, так сказать, там получали зарплату, имели возможность заниматься партийными. Но небольшую зарплату. И все, да не раскрывайте. Ну, все ладно, там все не будем. Долгов нужен и социализм, нужен и буржуазий. Раскрою, что свободное время, важность, то, что главное богатство общества – это свободное время, а не золото, это впервые сказал еще Маркс. Ну и так интуитивно это, конечно, чувствуется, потому что золото собой никуда не возьмешь, а свободное время – это наше богатство, на самом деле, которое можно употребить для своего развития. И я очень остро на своей школе это почувствовал, когда есть преподавателя высшего учебного заведения, у которого все время свободное. Стар, так сказать, человеком, который работает с 8 до 5, и еще, так сказать, на работу тратит с севера в красное село. Это вот очень остро сразу почувствовалось, потому что возможности, конечно, были раньше совсем другие. И еще что хотел сказать, что, конечно, вот эта потребительно-стоимостная экономика, она местами работает и сейчас. У нас коммунистические отношения сохранились, они никуда не девались, скажем, в семье. В семье там не товарные отношения между членами семьи, а там как раз вот коммунистическая модель, вот эта ячейка общества. И там вот видно, что как люди стараются сэкономить именно свободное время. Вот на какую ценность имеет стиральная машина, всякие там кухонные вещи, то, что не надо там воду носить, печку топить, то, что посудомоечные машины сейчас покупают, сколько сейчас вот всяких приспособлений покупают для, именно для облегчения жизни в быту, для того, чтобы именно сэкономить свое время. самое дорогое, что у нас есть. И думаю, что эта модель, вот политэкономия, это, по сути дела, потребительно-стоимостная модель, это, можно сказать, политэкономия социализма. Капитан Маркса – это политэкономия капитализма. А потребительно-стоимостная экономика – это политэкономия социализма. И она, несомненно, будет востребована. Спасибо. Все выступили, кто записывался, я тоже скажу несколько слов. Многие обсуждают проблемы нашей экономики и проблемы падения, уничтожения социализма в России, будем считать временного, обращают внимание на то, что вот был Академик Глушков, он, значит, занимался информационными системами, уничтожительной техникой и сводит все опять к подсчетам, к расчетам. Но если вы не выбрали нужный критерий, никакая вычислительная техника ничего дать не может. Это вот, так сказать, ложная дорога. Не в том смысле, что ее не надо применять, вычислительную технику. А что первое, что надо сделать – определить, что мы будем считать. План – это вовсе не подсчет. План – это определение позиций, это составление, во-первых, программы развития, программы – это последовательность движения. К чему движению? К освобождению. К освобождению свободного времени и к развитию всех членов общества в соответствии с целью социализма. Утрачено было даже вот уже в 60-е годы само понимание цели развития. Потому что цель развития, которая была Лениным сформулирована вот в точном соответствии с вот таким подходом, потребительностью местным основным, как она звучит – обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. А что вставлено было в программу в 61-м году? Все более полное удовлетворение растущих потребностей советских людей. Пьете больше? Пейте еще. Курите? Курите еще. Наркотики? Потребляйте еще. Все более полное удовлетворение растущих. То есть подмена самой цели. Причем вот это. Но люди, которые сидели в руководстве, сидели в партийных школах, занимались политэкономией, должны были бы это знать. Это первое, что я хотел бы сказать, что этот вопрос о критерии более важный, чем всякого рода вычислений и всякого рода техника планирования. Потому что с техникой легко разобраться. А вот если бы цель потеряли, тогда никакая техника не поможет. И второе, что я хотел бы сказать, не будем драматизировать в том плане, что здесь присутствует, так сказать, вот Виктор Георгиевич, он же доктор экономических наук и профессор, звание профессора. Поэтому не надо рассказывать, что в буржуазное время нельзя, так сказать, быть профессором, защищать марксизм и быть марксистом. Можно защищать, скажем, более того, совсем недавно, несколько лет назад у нас в Санкт-Петербургском университете на экономическом факультете защищал докторскую товарищ Мазур Олег Анатольевич по теме воспроизводства работников современной России. И вот по ходу защиты вскрылось, что диссертация это марксистская, ну и люди, которые были оппонентами, профессор Валович, который, кстати, он взял и не закрыл кафедру политэкономии, несмотря на то, что это ведь не то, что били, заставляли и стреляли. Скажут закрывать, а не закрывать. Он сказал, не закрой, и не закрывал. И пока он был заведующим, кафедра политэкономии была. Пока он был заведующим. И никто там ничего не тронул. Значит, Золотов выступал Александр Владимирович, который тоже защищался вот при поддержке Виктора Георгиевича, и который эту самую идею свободного времени продвигал все время. Его, значит, доказывают, доказывают. Я выступил тоже на защите у Мазура. А потом один из членов Совета говорит, ну что вы нам доказываете, мы же здесь все марксисты. Поэтому надо, так сказать, не драматизировать в том плане, что вот, вот когда все были марксисты, марксистов было бы хумало. Когда не все стали марксисты, марксистов меньше не стало. Потому что марксисты никуда не делись. А те, которые деваются в зависимости от того, какой объявят строй, вот это и не марксисты. Поэтому я думаю, что мы ведь говорим о науке, а в науке вопрос не в том, кто там сидит наверху или кто сидит внизу. А наука служит истине, а истина служит людям. И главное, на что мы ориентируемся, это на вот развитие человека, развитие не одного человека, а всех членов общества. А поэтому и внимание к этой проблеме. Уже рассматривается, вот я сообщаю от имени ректора университета, что план занятий на будущий год предполагается включить еще тему о потребительной стоимостной теории, Василия Аксия Ельмеева, чтобы мы этот вот вопрос не оставили в стороне и не говорили, что нам не дают. Кто нам не дает? Мы вот этот вопрос поставим, будем еще обсуждать более углубленно. Спасибо за внимание. Сообщаю, что... Последнее слово дадите. Заключительное слово. Сообщаю. Сейчас выступит заключительным словом. Спасибо большое. Очень приятно, что, так сказать, это понимается с полуслова. Немножко я там, может, мало сказал. Потребительная стоимость, как бы иметь две вещи. Мы, когда мы учились студентами, и потом в наше время, многие были тоже потребительной стоимостью, занимались. Миша Кротов, помнишь, такой был еще. Но они занимались ее как товароведением. Вот качество. И даже наш друг в Эдмурдии, это тоже. Там вот все как. То есть надо, чтобы создать теорию, чтобы она была в основе воспроизводства, она должна стать определенностью экономической формы. А не товароведческая, а вот когда она становится как экономия труда при своем потреблении, вот тут она становится и к определенному экономическому форму. Она меняет пропорции труда. А это уже, это уже экономика. Тут я вначале, может, так не сказал. Конечно, я должен был, я обязан сказать, что у нас был лидер Василий Акач Ельмеев, доктор Фиросовский, доктор экономического, мой учитель. Я у него диплома и кандидатский. Доктор, ну, такое. Мы его очень дружили. Он нас поддерживал. Боец был до мозга костей. Советы ученые разгонял. Разгонял всяких из науки приспособления. Их было в море. Член РКРП. Член РКРП. Разгонял всех этих, там, помню, ездоков за границу, только лишь бы выехать. Борцов с капитализмом всяких Миша или Шишкина ходить. Он за капитализм, он ругал капитализм. Он же был на каждой капитализм. Это было. Поэтому, вот, надо писать, я вам книжечку презентую. Это о нем. Ну, мы, 90-е лет ему было, 18-го числа. Вот Миша Синютин такой тоже у нас, совет наш, написал. Почитайте. Ну, товарищем. И он, конечно, у нас был глубочайший ученый, философию знал. И так далее. Что же касается вообще экономики. Почему она так развалилась? Вот Виктор Аркадий сказал, что какая оборонка была, как там люди работали, как там люди действительно потребительную стоимость сделали. Я говорю, военные техники нам потребительную стоимость не только как бы освобождение времени. Там, конечно, есть свои показатели попасть в голову вовремя, вот, врагу. И мы же, мы же, не было никакого застоя, это все глупость. Это было все придумано, это все была большая политическая игра. У нас не было застоя. Я вам в цифрами руках покажу и докажу, что не было застоя. Это было придумано под лицами типа Горбачева предателями. Я не заканчивал. Я в магазинах не видел. Не заканчивалось, не заканчивалось. Но наели мы в то время неплохо. И вы неплохо выйдете, и я неплохо выгляжу. И, в общем-то, никогда мы не голодали. И все было. И все мы покупали. И не надо вот так говорить. А сейчас... Стоп, машина, стоп, машина. Сейчас заключите расследование. И я хочу вам сказать, что сейчас едят хуже, хотя в привалках больше. А питаются сейчас люди хуже. Чтобы вы знали, тоже серьезные исследования. Надо дать книги. Потому что по помойкам тогда не ходили. А сейчас посмотрите по помойкам. Подождите, я говорю, если мы хотим по науке, я вам докажу. Это серьезный вопрос. Поэтому не было никого застоя. Была большая игра. Как сейчас идет игра по прочной России, через спорт, через всяких газы, мазы. Так и тогда затеяна была большая игра. Нашли подлецов, предателей. Да, партия виновата в том, что она их вырастила. Что виновата? В том, что вырастила Горбачева, Ельцина, Бакатина. Яковлев, они же в партии выросли. Яковлев, кто не предатель. Кто? Ядов. Ядов, он ученый. Он свое дело делал. Он не был ученый. Ядов, Ядов. Не будьте Ядов и Ядов. Я про Яковлева говорю. Я Ядов слова не сказал. Ядов про кого? Про Ядова, Дмитрия Тимофеевича? Нет. Дмитрия Тимофеевича Ядов. Нет. Я не сказал вам этого слова. Я сказал Яковлев. Яковлев. Бояльных не трогает. Они играли как мальчиками. Выясните. Ничего ядов. И играли как мальчиками. Не выяснили. Я еще раз вам сказал. Я не говорил слово Ядов. Я вам больше скажу. Я был в Западном Берлине еще в те времена. И вдруг, я свои впечатления хочу сказать. Говорят, Яковлев был в Западном Берлине. А он в Западный Берлин ездил. Что-то планировал. Потому что через две недели прилетел Руст. Ну и что? Как ну и что? Прилетев Руст, всех военных выкинули сразу. Соколовы. Это была провокация, чтобы военных притоптать. Руст запустили. Тогда было ясно. Они были. Но вы не знаете, что Яковлев, потому что того летал в Западный Берлин. Нет. А из Западного Берлина был свободный туда-сюда проход и все прочее. Но не в этом дело. А Руст специально запустили, чтобы опорочить военных. Чтобы опорочить это все продуманной ситуацией. И я бы не так резонул тогда, думаю. Ну, наверное, ездил там согласовывать чего-то. Вот сделали провокацию. Потом. Военные есть военные. Они, конечно, не политики. Их тоже дурили. Понимаете? Что я вам хочу сказать, что беда партии, чтобы вырастила вот эту гадость предателей, подлецов, воров. Все они миллионеры сейчас, миллиардеры. Тайные. Они все сразу стали продавать самолеты. Они же все продали. Фонд Горбачева. Все работники занимались этой торговлей. Фонда Горбачева. Когда его выгнали, он там собрал. Он успел. Вот. Горбачева. Михаил Сергеевич. И учредитель Анат Касонов. Да. Блин, не можно было. Сейчас, подождите, я закончу. Вот. Поэтому, поэтому. И беда партии. Больше партии, меньше партии. Это второй вопрос. Это слой исторический. В войну нам не до пяти партий было. Одной тогда одна блестяще справилась. Ой, блестяще. Блестяще. Да брось. А кто выиграл-то? А кто выиграл-то? Кто же так выиграл-то? Чтобы до Москвы дошли и 5 миллионов только военнопленных было. Здоровых мужиков. Ух. Будете выступать, больше выступать вообще не будет. Вы понимаете, блестяще выиграли. Я вам еще раз говорю, что не нарушайте порядок. Выходите отсюда вон. Тихо, подождите. Подождите, Михаил Васильевич. Блестяще выиграли. Вы не представляете, что такое было, какая шла машина и как они готовились. А здесь он выиграл. Потому что предателей он убрал. А Гитлер под смертью сказал. Сталин молодец. Он убрал предателей и выиграл. А я своих предателей не успел убрать. Вот в чем дело. Если бы Сталин не убрал этих предателей, все бы Власовы тогда командовали и прочее. Духачевский и прочее. Они бы сразу сдали еще раньше. Точно. Я другое хочу сказать, что беда партии в том, что она выродилась. Тут Михаил Васильевич больше знает. Но я хочу сказать, что вы говорили там по этим. У меня жена в Портура была. Она говорит, с оружием уйдут корабли. Они приходят в балласте из Африки. Воду везут. Знаете, что такое балласт на корабле? Воду везут. Что кораблик утонулся. А почему, она говорит, мы не могли бананов привезти? Вот почему не могли бананов с этих африканских стран взять? А я скажу вам почему. Потому что кто этим занимался? У них бананы были. У них были бананы в их буфетах. Вот и все. Их не волновало это нисколько. Так же и много чего другое. Вот здесь беда пошла, что расслоение пошло. Мы в ЦК были все. И вы знаете, как ЦК, партия, которая поставила свои задачи сделать всеобщее справедливое общество, дифференцированное сама в себе была. Немыслим образом, что у зав. отдела был ключ ездить отдельно на лифте. А у секретаря был свой лифт. Вот там какое было разделение. И эта партия хотела построить общество равноправие. Конечно, она никогда не построила. Они все и сразу в другое общество и влились очень хорошо. То есть, надо, конечно, вот здесь, здесь экономические интересы этих людей пошли в противоречии экономических интересов всех остальных. Бананы. Что такое бананы? Это трава. Потому что приходили гигантские корабли. 20 тысяч тоники с водой. Туда везут технику оборудования, приходят в балласте. Почему не делают? Не надо. Почему лук? Зачем здесь лук вылащивать, когда можно по этой лук там закупить? И дубленку еще прикупить там? Зачем дурью маяться? Не хотели этого ничего делать? Не хотели, потому что тот, кто решал, вот тут уже пошла политика. Или вот мы тоже создавали партию, газету. Трудно было. Каждый. Листов бумаги искали. Там нам давали люди, большие люди от себя давали там множительную технику. Еще давали, еще давали. И мы создали все же хорошую, плохую, слабую, сильную. Мы создали газету 200 тысяч раз в неделю. Вы представьте, что это такое. Вы даже не понимаете, что это такое. Мы создали по помощи газеты во всех почти городах Советского Союза наши пункты корреспондентские. И рассылали туда газету. Виктор Аркадьевич партию создал. И тоже собирался день. А почему же такая была КПСС? И никто Смольный не пришел защищать, когда это произошло. Вот почему? Объясните мне. А потому что из Смольного все партийцы убежали. А рабочие, простые люди, столы и ковры защищать не пошли. А Белов, любимый многими, ходил и говорил. Показывал им всем. Столы открывал. Ящики, моя карьера политическая только начинается. А эти, которые туда приходили, демократы, воровали из столов. Пусть чел? Старовой. Личный имейшего. Старовой, это компания вся. Они воровали, по кабинетам лазили. Мы с Смольным сидели, у нас газета была в Смольном там. И мы сидели, Собчака, вы знаете, не пустил, народ пришел. Нас защищали, потому что мы не ушли. Мы сидели там. И не пустили Собчака в Смольный. Пришел народ. У меня сосед был, я в Пушкине дожил. Он там бегает. Тут что? Видно, я посчитал, я пришел. Ну как? Тут простой, бывший заврано. Пришел, люди пришли, окружили Смольный, не пустили Собчака. Потому что мы там были. Если мы ушли, то тоже никто не защищал. И мы там потом выторговали. Это помещение, то помещение. Виктор Игорь Козлович, это мы сколько были на Попов там бился за это. Так что тут много чего, много чего было, понимаете? Вот и вы так ли, как бы немножко почитаете серьезную литературу. Почему немножко? Я много читаю. А я думаю, что нет. А я вам говорю, что нет. Вы читаете всякий хлам. Почитайте Бушина. Владимир Сергеевич Бушина. Читали такого? Нет? Вот вы его почитайте. На прилавке. Ну ладно, заканчиваю. Спасибо большое. Меня даже завели. Я никогда не был предпринимателем. Кто-то на меня сказал. Никогда. Я наемный работник. Менеджер был. В капиталистическом. Ну сколько менеджер? Ну это второй уровень. Маленький тот. Я не был никогда предпринимателем. Никогда. А как же в номинации лучше предпринимателем? Лучший управленец. Лучший управленец. Управленец? Там по лучшему управленец. Я руководитель. Акции есть? Никогда не было ни одной акции. Вот и хорошо, что вы задали вопрос. Почему рабочие не защитили заводы? Рабочие бы защитили. Они хотели. Но и не находили форму. А эти проходимцы, типа Чубайса, нашли форму. Ваучеры. И народ повелся на это. И все отдал. А потом ваучер раз, скупил Бундухидзу и стал владельцем Уралмаша. Ну представьте себе. Уралмаш. Какой-то Бундухидзу и он стал владельцем Уралмаша. Как? Скупил эти ваучеры. За копейки. А рабочие хотели. Но не могла ни партия. Никто не могли ничего предложить. Такое, чтобы рабочие стать. А эти предложили быстренько. Чик-чик-чик. Две Волги. Забыл. А вообще все народ повелся. Народ-то был действительно. Я тоже партия виновата. Что за него все интересы отстаивала. Ну в Мавроди все пошли за бездельником. Все захотели не работая получить. Да мне не жалко. Не знаю. Он тут у нас вложился. Так им и надо. Деньги работают. А мы сидим. Понимаете? Тоже ведь это. Кого там жалеть? Я понимаю, если бы они пошли. Они бы еще и похоронили за свои средства. Ну и делать не сдуру. Знаете, и сломать можно хоть чего. И поэтому. Если бы они выкопали. То копали леди. А они же захотели играть. Ну и играйте. До свидания. Продолжайте. Вот какая глубина в России была. Чтобы мы за Мавроди пошли. Даже не говоря уже за Ваучи. Они же обыграли. Вот Михаил сейчас обманы показывает. Обман с Конституцией. Обман с государственным устройством. Обман с названием города. Вы знаете, как город переименовали? Знаю. Это у вас социологи. Тут ядом озвучали. Это они. Они написали. Вы хотите переименовать? Все написали нет и зачеркнули нет. А что осталось? Да. Тогда все сказали. Вот все да. Все хотят. Все бюллетени были уничтожены в сентябре месяц. Да это не надо их уничтожать. Их не надо уничтожать. Это чистая игра социологов. Я заведующий кафедрой фунтеста социологии был. Это игра социологов. Это с народом сыграли. Дали бюллетени. Вы хотите переименовать город Ленинград в город Санкт-Петербург? И две колоночки. Да? Нет. Нет. Ну порядочные люди все написали нет. То есть не хотим переименовать. Все. Там вон да. Все осталось. Видите? Игора Слав какая. И так ты. Вот обман. И вся эта вся семейка Собчачка. Собчачка. Это сплошные лужицы. Лужицы сплошные. Так и Собчак коммунист был. Ну что же вы хотите? Да был. Я ничего не говорю. Сколько? И Бакатин был. И Горбачев был коммунист. Я так еще говорю. Если только подлецов в партиях появляется. Так коммунизм построить невозможно. Там же качество потенциально. Они не только появляются. Они еще остаются. И после поражения. Они всегда будут липнуть. Всегда будут липнуть к этому делу. Это Николас Ильич не знает. Раньше. Да? Чистка. Да. Чистки были. Ленин писал, что нам не нужно чрезмерное расширение партии. Потому что к ним. Правильно. Это всегда карьеристы. Всегда пролепалы. Сейчас это не особенно липнут к нам. Потому что льгот нет. И что здесь есть. Да кто-то и действительно. Обличную цель поставили. Все люди были сознательные и хорошие. Сознательные и не сразу становятся. Это целый серьезный процесс. Не так все просто. Вы понимаете? А сколько? Вы почитаете литературу. Что творилось в революции в 18-х годах. Что там налипло. Вот Йофе такое сейчас вышло. Вышла книга Йофа. Вы почитаете. Что там творили. Творили это братья. Которые сразу все прилипло. К этому делу. Это присущий человеку. Не каждому. Не каждому. Вы национальные фашисты и он же не хотите. Товарищ по себе. По себе. Все. Спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо. Спасибо. Ваш дигарзук. Значит следующее занятие будет посвящено теме диалектика капитализма и социализма. Выступит кандидат технических наук. Юрков. Преподаватель Красного Университета. Юрков Кириллович. Да. Системный администратор высокого уровня. Юрков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова